Что касается этого инцидента в Чёрном море, это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на пятой строчке. У него есть шансы не войти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции. Почему я так думаю и почему я уверен даже, что это именно так? Смотрите, произошёл инцидент, сейчас я об этом скажу отдельно, инцидент в Чёрном море. Но это же такой пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014 году, когда Крым решил присоединиться к России? Это же совсем другая история, масштабная. Или тяжёлые события гражданской войны на Украине, на Юго-Востоке, в Донбассе, в Луганской области с применением со стороны правительственных войск танков, тяжёлой артиллерии, даже авиации. Война, по сути. И никакого военного положения не вводилось. А сейчас небольшой инцидент в Чёрном море и ввели военное положение в стране. Ну, явно в преддверии этого делается президентских выборов. Абсолютно очевидный факт. Теперь по поводу самого этого инцидента, или точнее провокации. А это точно провокация. Смотрите, ведь в сентябре этого года примерно такой же ордер, такой же караван военных кораблей Украины прошёл по Керченскому заливу, под Керченским мостом, в Азовское море. Они полностью исполнили договорённости и требования. Сообщили о том, в каком составе идут, кто идёт, куда идёт. Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовском море. Что произошло сейчас? Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы. Вошли в наши территориальные воды. Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к Российской Федерации. То есть в том месте, где эти территориальные воды были всегда, именно как российские территориальные воды. Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана, даже после нарушения нашей государственной границы, им всё равно предложили взять лоцмана. Молчание. Вообще никак не отвечают. А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают. Непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ. Да и, собственно, они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности Российской Федерации. Я думаю, что и в вашей стране действовали бы точно так же. Это абсолютно очевидная вещь. Более того, оказалось, что среди членов экипажа были два сотрудника Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. И они признали, что они сотрудники Службы безопасности Украины. явные признаки, заготовленные заранее провокации, рассчитаны именно на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение, это нечистоплотная игра внутри страны с целью подавления своих политических противников. Только вот мне иногда, знаете, вот странно смотреть на, ну, собственно, я уже ко многому привык, но на сегодняшние киевские власти, они с успехом продают антироссийские настроения. У них другого ничего уже не осталось, ничего продавать. Такое впечатление, что вот чего они не сделают, им всё сходит с рук. Если они потребуют сегодня младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев. А что же, скажем, они хотят кушать. С этим ничего не поделаешь. Но это очень близорукая политика. И она ни к чему хорошему не приведёт, потому что она расслабляет сегодняшнее украинское руководство. Расслабляет таким образом, что не побуждает их к нормальной и политической работе внутри страны, и к проведению нормальной экономической политики. Ведь там и с экономиками проблемы, и в социальной сфере беда, и с финансами, с протянутой рукой всё время стоят, клянчат деньги у МВФ. А ведь когда-то надо будет отдавать будущим поколениям. Ну и с точки зрения организации взаимодействия с соседями тоже ничего хорошего не происходит. Что касается благосрочных перспектив, как бы там ни было, кто бы сегодня у власти в Киеве не находился, русские и украинские народы всегда были и навсегда останутся братскими, очень близкими народами. Эта пена политическая сойдёт, схлынет. Украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству, так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили. Продолжение следует...